Привет! Я, Лилия Тимива, буду общаться с вами в культурном контексте. В этом выпуске смотрите. Масленица 2020, как отметили, проводы зимы. Интересная лекция в Щелковском историко-краеведческом музее посвящена архитектуре. Мособлдума встречает выставку у Щелковского художника Яны Булаж. Масленичные гуляния. Именно с них, как говорят, начинается весна. Эта культурная традиция имеет довольно глубокие корни, связанные еще с дохристианскими временами. В нашем округе празднование прошло в парке культуры и отдыха. Зиму провожали, до весну встречали. На центральной площадке города в парке культуры и отдыха провели масленицу. Здесь прошло и множество занимательных игр, конкурсов для детей и взрослых. Проводились также викторины. Конечно же, гостей встречали песнями и плясками. Не обошлось на праздники без традиционного лакомства. За блинами выстроилась очередь. Это блины, масло. Это классное мероприятие на улице. Классно, потому что солнышко светит. Классно. Выиграешь? Не знаю. Но попытка не пытка. Участие тоже классно. Происходит раздача призов. По всему полю вы видите конкурсы. В каждом конкурсе вам дается специальный номерок. Вы потом проходите сюда, кидаете в шарик воздушный. Какой приз выпал, такой мы вам даем. А что за призы? У нас чокубой, чокупай, браслетики, ручки, фонарики. Все для детей. На праздники жители могли поучаствовать и в боях с мешками в руках, набитыми соломой. В перетягивании каната состязались и на меткость. Но и самая зрелищная народная забава под названием масленичный столб. С нескольких попыток молодые и бравые юноши залезали на столб и пытались дотянуться до висящих на нем призов. Конечно же, в этот день было сказано много добрых слов. А все потому, что празднование пришлось еще и на прощенное воскресенье. И слова эти были с очень правильным смыслом, с извинениями за всякие житейские неловкости. Хорошее настроение сегодня, хорошая погода. Всех с праздником, с масленицей. И прошу прощения, если кого вольно и невольно обидел за прошедший год. Традиция ярко и красочно. Провожать зиму пришла к нам из далеких времен, когда наши предки поклонялись еще языческим богам. Блинчики символизируют солнце, так что отведать их мог каждый желающий. Финалом праздника стало сожжение соломенной масленицы. Таким образом, еще наши предки избавлялись от надоевших холодов. Чучело делали из соломы, лоскутов тканей и старой одежды. Оно олицетворяет собой зимнюю пору, так что сожжение чучела значит прощай зима. Об архитектуре. Лекция щелковского архитектора Алексея Воробьева о его профессии и любимом деле прошла в Щелковском историко-краеведческом музее. Музейный лекторий также охватывает разделы истории, авиации, истории родного края и щелковских усадеб. Конечно, приглашает всех. Лекторий. Понятие из советского прошлого вновь актуально. Новый проект запустил в этом году Щелковский историко-краеведческий музей. И уже первые несколько лекций показали, людям это интересно. Одно из направлений музейного лектория – архитектура. Алексей Воробьева, автор концепции выставочного пространства третьего этажа музея, молодежной набережной и улицы Парковой в Щелкове, не надо было долго уговаривать. Сразу согласился раз в месяц читать лекции. Тем более, что своя аудитория у Алексея уже сформировалась. Массовые лекции по архитектуре, говорит Алексей, практически никто не читает. Потому что материал сложный для восприятия. Но ему удается подать его легко и доступно. Рассказал слушателям, что архитектура как профессия начала формироваться в 19 веке. Но дворяне своих детей учиться на архитекторов все же не отдавали. В фаворе были инженеры. Считалось, что настоящее творчество там. Архитектура скорее воспринималась как ремесло. То есть построить дом, да, вот что нужно. Особо знаний-то творческих и не надо. Ну, клади кирпичи, фундамин, да, абсолютно ремесленные знания. То есть такого какого-то творческого осознания, что действительно мы преобразовываем пространство, и в котором мы одновременно и живем, такого не было. В массовом восприятии профессии это отношение сохраняется и сегодня, говорит Алексей Воробьев. Обратите внимание, архитекторы даже с именем при реализации крупных проектов, как правило, не на виду. Те же, допустим, стадионы Чемпионата мира. Построено очень много стадионов и хорошими мастерами. Но мы никого не увидели на новостях, да, кто сидит рядом с первыми лицами из архитектора, кто действительно причастен. А там работа была колоссальная, и классальные средства были вложены. Как архитектор воспринимает окружающий мир, как устроено его мышление, об этом рассказал Алексей Воробьев на лекции. Провел параллели архитектуры с кинематографом, с музыкой, даже с химией. Просто и понятно буквально на пальцах о стилях архитектуры. В классической архитектуре, когда, вот вы знаете, ну, к люстраму-консервной, да, вот, западчик, который такой, вот, таких, по-люстраму, да. Все же представляют, да. Советский парк, как и все было. Ну, вот, в классической архитектуре невозможно, чтобы такое повторение было бы, там, на 100 метров. Обязательно, чтобы 10 идет, раз какой-то большой элемент стоит, там, база, как и все. То есть, в современной архитектуре возможно, в современной эстетике, где я здесь вам это рассказываю, но в классических нельзя. Какое наследие оставила нам классическая итальянская архитектурная школа? Посмотрели на примере питерских зданий. Вспомнили творчество архитектора-новатора середины 20 века Константина Мельникова. Подявились пришедшему в конце 20 века направлению в архитектуре под названием деконструктивизм. Что-то кривое, изломанное, но безумно оригинальное и тоже ставшее искусством. Обо всем этом и о многом еще лекция Алексея Воробьева. И тем более понятно сожаление его коллег по поводу новых отечественных тенденций, о чем тоже подискутировали на встрече. Недавно этот самый госстроек вышел с предложением правительства для экономии денег строить опять детские сады, школы и больницы по типовым проектам. Как говорится, комментарии излишни, да? Но этого может и не случиться, а вот музейный электторий точно продолжит свою работу. На двух площадках – основной в Щелкове и в отделе истории авиации в ДК имени Чкалова. План на март уже сверстан. Одна из лекций будет вновь посвящена архитектуре. Также еще одну интересную выставку представили в Щелковском историко-кровеческом музее. Это скульптуры и график заслуженного художника России Юрия Злоти. Эмоциональность – неординарные решения. Для художника было важно передать свои ощущения. Сама же выставка была рассчитана на взрослую публику. Взрастной ценз 14+. Десятки работ, скульптуры, графика с первых секунд приковывают внимание. Художнику на всяких этапах его творческого пути все-таки важно найти свой язык. И этот индивидуальный язык иногда утекает в сторону поиска формы. По мере взросления, по мере становления художник обретает смысл того, что он делает и пытается усилить эту форму содержания. 21 произведение скульптуры и около 20 – графика. Так довольно масштабно в Щелковском историко-кровеческом музее работы автора представлены впервые. Однако и ранее у щелковцев и гостей нашего города была возможность полюбоваться произведениями автора. На одной из выставок, а именно проекта Фонда культурных инициатив Московской области «Святые защитники земли русской», который был представлен в июле прошлого года. Так родилась идея персональной выставки. Это житейское знакомство, которое привезло в такое красивое музейное выставочное художественное сотрудничество. Спасибо вам, Юрий Викторович, что так нам не отказали, что помогли с экспозицией, что все так удачно вышло. Я считаю, что для нас это большая честь приветствовать вас в этом прекрасном здании, в этом музее, с этой красивой, интересной выставкой. Я хочу пожелать всем приятного провести время. Это действительно замечательный музей. Мы объезды, наверное, в большую половину Московской области посмотрели, все разных музеев были. А здесь действительно храм музейный. И мне хотелось бы сегодня какую-то приятную миссию поручить благодарственные письма за помощь в реализации социального проекта «Святые защитники земли русской» в рамках гранта президента Российской Федерации, который проводился здесь, Богдана Анатольевна Владимировна. Спасибо вам огромное за то, что мы коллективом. На этот раз музей впервые открывает выставку для ценителей скульптуры. Эмоциональность, неординарные решения для художника важно передать свои ощущения. Сама же выставка рассчитана на взрослую публику. Возрастной ценз 14+. Выставка все-таки взрослая, подчеркну это. Безусловно, детям, которые обучаются в художественных школах, это тоже будет интересно и полезно посетить эту выставку. Может быть, даже и моложе. Но выставка именно на подготовленного зрителя. Реконструкция – воспроизведение исторических событий людьми, которые воссоздают все буквально до деталей. Костюмы определенной эпохи, реквизит – все это для того, чтобы зритель, да и сами участники погрузились в определенный исторический период. А зафиксировать кадр этой новой истории решила уже известный фотохудожник Яна Булаж. Ее выставка фотографий с различных реконструкций представлена в Московской областной думе. Персональная выставка фотохудожника Яны Булаж, которая уже известна своими работами в нашем городском округе, открылась в Московской областной думе. На этот раз главной темой работ фотохудожника стали исторические реконструкции, которые сама Яна с удовольствием и довольно часто посещает. В представленных работах отражены фрагменты исторических реконструкций, которые проводились как в нашем городском округе, так и в других городах области. По традиции, фотоработы Яны наполнены яркими портретами. В этих работах можно увидеть, что такое реконструкция и оценить портреты тех, кто ей занимается. На сегодня все. И как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Редактор субтитров А.Семкин